К новому учебному году в Одессе появится, наконец-то, впервые за 25 лет, новое учебное заведение. Это Европейский лицей на улице Маршала Говорова. Школа получается действительно замечательной тем, что она очень уютная, очень яркая, насыщена всеми необходимыми для проведения уроков, успешного проведения уроков, материалами. Туда завозится новая техника, потрясающая столовая, отличные спортивные залы, уникальный актовый зал с хорошей акустикой, с новой сценой, с новым оборудованием. В общем, школа должна действительно отвечать всем требованиям времени и быть интересной для детей. Мы ожидали изначально, когда планировали открытие этой школы, она рассчитана на тысячи учеников, что в этом году мы наберем первые и пятые классы. Первые, понятно, это те дети, которые только идут в школу. И пятые, мы рассчитывали, что туда перейдут выпускники четвертых классов 300-го НВК, которые находятся недалеко. Но школа действительно оказалась популярной для жителей города, и более чем наполовину она будет заполнена уже в этом году. Абсолютно во все параллели есть заявления родителей, и классы наполняются в соответствии с нормативами. 550 заявлений есть уже сегодня. И для нас очень важно успеть вовремя правильно организовать учебный процесс. Для этого были своевременно предоставлены заявки в Центр занятости, в педагогические вузы. И педагоги, опытные педагоги наших и детских школ тоже были заинтересованы в том, чтобы работать в новых условиях. Поэтому школа на сегодня полностью укомплектована педагогическими кадрами. В ближайшее время будет проведен конкурс на замещение должности директора. Сейчас работает исполняющая обязанности для того, чтобы правильно организовать учебный процесс. Все необходимое оборудование, повторюсь, в школе уже есть. 125-я школа. Школа на улице Круговой была достаточно запущена. Все мы знаем, что район, традиционно считающийся окраинами города, тем не менее в школе учатся около 500 детей, хотя рассчитана она тоже на 900 с лишним. Поэтому, чтобы рационально использовать здание школы, с учетом того, что в округе нет вообще ни одного детского сада, часть помещений школы переоборудованы под дошкольное звено. И решением сессии в школе изменен устав, и теперь это учебно-воспитательный комплекс, где будут воспитываться дети от двух лет до окончания школы. Учреждение полностью переоборудовано. Если вы его увидите со стороны, это яркая, красивая школа со спортивным стадионом, с асфальтированными дорожками. Она оснащена новой мебелью, оснащена техникой, с новой столовой, с новым актовым залом. Тоже очень интересное учебное заведение получилось. Это своеобразный подарок к дню города для наших маленьких одесситов. Два таких знаковых места. При этом, помните, на прошлом аппаратном совещании мы предоставили подробный отчет о подготовке сферы образования к новому учебному году. Подарков на самом деле гораздо больше. Это и новая мебель, и новая техника, которую получают школы от ремонтированных фасадов, и стадионы, и пищеблоки. И надеемся, что если мы не сбавим темпа, и мы не планируем их снижать, то в ближайшие годы абсолютно все учреждения образования Одессы будут обновлены.